привет всем кто зашел к нам на канал и сегодня у меня третье видео по обзору покупок которые мы сделали в турции что мы привезли предыдущее видео были продукты вещи обувь и заключительное видео я решила снять про лекарства у меня на канале есть обзор лекарств прошлого года но я решила и в этом году снять так как какие-то лекарства повторяются какие-то лекарства новые которые прошлом году я не покупала и еще хочу сразу сказать что так как мы живем в махмутларе и улице я буду упоминать естественно те что находится в махмутларе а именно ататюрка барбароса но это для тех наверное будет интересно кто бывает или еще будет в махмутларе и как бы ориентир для них почему на разных улицах потому что старалась брать в мелких аптеках небольших так как предположительно в них все таки подешевле в турции тоже хоть немного но разнятся цены по аптекам ну что поехали значит начнем с простудных больной всех вопрос простуды капли вот такие капли в нос всем известный от ревин вот такой вот он и у нас от ревин и сразу буду чтоб не забыла по ценам вот этот флакончик стоит 17 лир 31 куруша 10 миллилитров почему я упоминала ататюрка и барбароса я не знаю связано это с этим или мы так просто попали брали мы на барбароса дежурной аптеке воскресенье было открыто тоже от ревин и он стоил там обошелся нам в 30 лир за флакончик я не знаю почему так получилось может там немножечко они другие потому что я спросила у девушки капли без всяких там отдушек наполнителей и с увлажнением может быть поэтому может из-за аптеки я не знаю это я не выясняла эти капли я брала на ататюрка маленькой аптеке срок годность до 25 года может тут не совсем видно будет но я буду озвучивать вот флакончик он стандартный обычные флакончики прошлом году я брала как какие-то капли и другие там был флакончик прям побольше фасовка было больше но у нас тоже такие флаконы и вот такие вот капли эти капли я по обзорам перед тем как поехать в турцию я немножечко посмотрела обзоры брали лекарства турецкие чтобы как бы чтобы понять что в этом году нужно не нужно может что-то новое вот такие капли эти капли стоят 15 лишь 29 курушей также я их брала на ататюрка так срок годности почему-то я здесь не вижу ну ладно а вот это наверное разные производители по-разному печатают до 25 года тоже так как и мы только взяли вот такие дальше купила я tantum verde спрей по стоимости сразу чтобы не забыть 30 лир 27 курушей срок годности до 22 года до до конца года и 30 миллиграмм в этом флакончике вот такой флакон еще забыла сказать по цене лекарства в турции вот за прошедший год как от нас не было в турции чувствительно подорожали какие-то остались такая же цена какие-то там средние подорожали какие-то прямо вот чувствительно так теперь взяла вот такие вот мази это тоже по обзорам я увидела эта мазь похожа на китайскую звездочку только она как бы сказать не такая ядреная что ли немножечко помягче они похожи только вот фирмы наверное разные здесь 38 грамм здесь 50 миллиграмм написано срок годности них большой я тут смотрела на коробках там тоже здесь до 24 года это тоже по моему большой срок годности вот я люблю звездочку иногда пользуюсь ей когда голова болит там виски потереть и можно или вот когда при простуде помазать грудь упорами дышать здесь ментол здесь по-турецки кафу и так далее разные здесь наполнители кстати вот так вот баночки я брала не в аптеке планировала в аптеке взять они у меня были записаны в покупках но наткнулась на них случайно в магазине хазбул кто в турции как бы по магазинам ориентируется тот знает и есть такой магазин хазбул махмутлари тоже находится на татюрка вот зала там не знаю сколько в аптеке стоит так по стоимости вот этот стоит 790 лир а вот эта баночка она побольше по весу больше и стоит 1350 в аптеке несколько не знаю сколько это будет стоить и по обзору опять же не помню цену девушка озвучивала не скажу но цена как бы недорогая дальше по простудам вот такой перафлю я взяла таблетки вот такие вот крупненькие 20 штук упаковки 9 лир 13 куруши стоит тоже цена недорогая решила взять прошлом году не брала цену не знаю подорожала не подорожала не скажу вот такое вот лекарство тоже в прошлом году не брала цену сравнить не могу 23 лиры 17 куруш но здесь 24 таблетки вот такие вот здесь таблеточки круглые написано cold and flu при простуде при первых симптомах можно принимать будем до конца 22 года это лекарство не сказала до 23 года 11 месяца то что запас есть аспирин но аспирин у нас как бы вот при первых симптомах на грани вот как бы заболевания мы тоже принимаем его вот на ночь выпить аспирина очень хорошо помогает наш аспирин ну совсем никакой вот сколько берем он никакого действия от него абсолютно как будто мел поэтому стараемся привести когда бываем в частности вот в турции по стоимости 13 лет 3 7 куруши 20 таблеток здесь всегда не с того края вот такие пластиночки таблетками 20 таблеток здесь прошлый год не помню цену подорожал не подорожал если подорожал то ненамного и заключительная по простудам тейлоход тейлоход многие знают многие везут его берут сразу скажу по цене подорожал и подорожал чувствительно позапрошлый год он стоил по моему в районе 20 лир в прошлом году я брала то ли 31 то ли 32 лир и не помню вот в этом году уже стоит 41 лиром 25 куруш и брала тоже на татёрка здесь 12 пакетов это горячее питье кто знает это лекарство вот как только простуда является только первые признаки разводить чтобы как бы не заболеть сильно и облегчает все простудные симптомы очень хорошая лучше чем наши все эти горячие напитки ну и цена соответственно по моему моему подешевле чем наша не могу точно утверждать не буду сравнивать потому что у нас давно не брала подобного лекарства так по простудам все теперь обезболивающее порол поролу я брала и в прошлом году по цене он по моему не подорожал тоже я брала или шесть листом три куруш или такая же цена вот не могу точно сказать но то что 6 лир в районе 6 лир было это точно это я помню такие вот крупненькие таблетки 20 таблеток здесь и срок годности аж до 26 года так что запас есть срока дальше бермидон такие таблетки я не брала цену не могу сравнить но она относительно недорогая 7 лир 10 куруш и всего и здесь 30 таблеток срок годности до 24 года большой и здесь вот такие таблетки обычная круглая таблетка брала тоже по обзорам искала как бы так недорогие таблетки смысл переплачивать если действие одно и то же кстати по надписью здесь вот парацетамол и кофеин но приблизительно похоже наверное как на цитрамон и подобные таблетки пароли тоже здесь парацетамол так миносет миносет мы брали в прошлом году наверное не подорожал а может и подорожал но цена вот самая низкая 5 85 так здесь у нас 20 таблеток тоже написано парацетамол вот такие вот тоже круглые обычные таблетки и следующая упаковка вот такого вот лекарства супрофен но здесь вот составляющая в нем основное и бупрофен ну это идет лекарство как не только болеутоляющие здесь она и как противовоспалительная в общем у него широкий спектр действия как бы ну кто и бупрофен знает тут объяснять не нужно изначально значит я попросила у работника аптеки какое-то другое лекарство у меня было записано он посмотрел того лекарства не оказалось и предложил мне вот такой аналог на татюрка покупала там русскоязычных естественно в маленьких аптеках нет работников он ничего по-русски не понимал кое-как мы с ним объяснились предложил вот купить вместо того и я согласилась думаю давайте по чеку заплатила 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 с карты списалась пришла домой стала смотреть чек думаю боже мой что ж такое дорогое лекарство вот 60 лир 93 куруши почти 61 лира думаю боже что же он мне подсунул ну потом присмотрелась оказывается здесь 100 таблеток 10 пластин по 10 таблеток и пересчете если как бы здесь вот 20 таблеток примерно такая же цена как вы не вот в этих таблеток так что вот такое лекарство и хорошо что он мне предложил именно вот так такой упаковки количество таблеток большое срок годности до 26 года вот такая вот упаковочка дальше дальше что у нас ну такие вот две у нас тут вроде бы как по кишечно желудочному тракту но фистал все у нас знают фистал он и у нас фистал не знаю сколько у нас он стоит в турции он на сегодняшний день 11 лир 96 куруши фистал я уже сказала не знаю сколько у нас стоит но опять же взяли потому что качество лекарств еще раз повторяюсь без конца это можно повторять что в турции на высоком уровне дальше и вот такие вот таблеточки это по обзорам опять же я решила взять при рвоте при тошноте я не читала еще аннотацию инструкцию к этим таблеткам и нужно перевести еще почитать здесь 30 таблеток что ж такое как всегда не с той стороны как таблеточки здесь небольшие вот такие вот и нужно почитать пить их или рассасывать очень часто такие подобные таблетки бывает нужно достаточно рассасывать под язык по стоимости 8 лир 12 курушей всего вот так что вот такие вот может кому-то пригодится подобное лекарство составляющая здесь вот метаклопарамид я не знаю что это такое и срок годности до 23 года дальше у меня идут мази так эти мази меня для суставов а вот эта мазь при ожогах опять же нашла я ее по обзорам и вот решила взять потому что бывает такое что то ли от огня то ли от утюга то ли все какие-то ожоги бывало мне случилось вот недавно кинулась ничего нет чем помазать наподобие как наш спасатель и подобные мази 40 грамм вот такая мазь здесь все закрыто по стоимости значит 13 лир 42 куруши по цене предыдущих лет ничего не могу сказать мази раньше не брала и срок годности здесь до двадцать четвертого года так что надолго хватит и для суставов мази начнем вот диклофенака диклофенак многие знают в турции называется диклорон стоит 18 лет 98 куруши 50 грамм здесь вот такой тюбик такой не знаю как эти упаковка как называется что вот это вот но мне мягкая такая вот как металл такой гель и по сроку годности здесь до двадцать пятого года так что можно как бы запас хранить кому-то может быть понадобится тоже такие лекарства если кто-то пользуется может купить себе в турции бенгай по обзорам я этот массе ту нашла здесь ментол метил салицилат тоже 50 грамм в этом тюбике вот такой любит также для суставов все это суставы и все что вокруг суставов и долгит долгит я пользовалась здесь у нас покупала неплохая мазь и вот решила взять турции это подороже в 19 лир 43 куруши если видно срок годности тоже до 23 года не маленький так что в запасе будет время такой стандартный тюбик здесь закрыто тоже так что вот будем пользоваться лечиться турецкими лекарствами еще вот такое вот лекарство называется кристор так лучше видно наткнулась на него случайно смотрела обзор очередной и она как нельзя кстати мне это лекарство для понижения холестерина оно есть разное здесь вот 40 дозировка есть 20 есть 10 но девушка которая делала обзор покупала у нее было 10 миллиграмм дозировка и вот такой 40 и цена там ну что-то совсем маленькая разница то ли 10 листу ли 15 но смысл покупать малую дозировку если можно эти таблетки поделить в боковке 28 таблеток вот и сейчас я как раз для нас купила это нам нужное лекарство стоит она 60 лишь 93 куруши не дешево не сильно дорого но и не дешево я не знаю сколько подобное лекарство стоит у нас не приходилось покупать ну вот купили в турции будем лечиться до срок годности здесь и до двадцать третьего года да и вот такие вот здесь пластиночки фольгированная такая упаковка здесь даже что-то по моему не знаю подсказки не подсказки как принимать на того что инструкцию почитать и пойду к своему доктору покажу посоветую с ним получается здесь вот как 7 дней наверное недельный прием посмотрим обсудим как это все принимать может кому-то будет нужно ну и последнее что у меня куплено было это витамины вот такое вот лекарство такие витамины это я просто называю его железо я покупаю не первый раз по рекомендации моего доктора здесь если видно вот перечень то что входит состав в том числе и витамин b12 покупала я и позапрошлый год и в прошлый год позапрошлый честно скажу не помню прошлом году стоило по моему уже 30 лир в этом году вот подорожала на 3 лиры за прошедший год значит здесь у нас идет три таких вот пластины по 10 штук 30 таблеток принимать ее один раз в день срок годности до 22 года на год ну я их как бы использую поэтому меня не сильно волнует такой небольшой срок годности и витамины мужские и для себя лично опять же паре по предписанию доктора значит по мужским витаминам брали мы немножко не такие в прошлом году и цена была до 100 лир в этом году вот такие вот стоят витамины сто шестьдесят лир дорого да но мы все равно берем потому что ну потому что качество наши витамины как бы ну не особо так это вот так где же здесь было написано не помню вроде как 50 плюс ну ладно не буду акцентировать на этом но здесь большой перечень состава вот мультиминералы плюс пробиотики плюс тра-та-та-та-та-та и здесь 90 капсул 90 не открывали здесь такие большие вот такие вот таблеточки принимать их один раз в день я уточнила в аптеке у провизора один раз в день так что вот можно разбить в течение года по месяцу принимать срок годности до 24 года так что надолго хватит и вот такие витамины которые это специально я состав покупаю для себя опять же по рекомендации доктора в прошлом и позапрошлом году брала была упаковка вот такая вот но та же самая фирма только девушка сказала они сменили упаковку но мне неважно рассосовка та же самая 120 таблеток состав тот же самый крупные здесь таблеточки принимаю я их раз в сутки тоже достаточно этого вот и здесь значит такой витамин d цинк магний что-то еще здесь ну общество то что доктор мне прописал то я и купила значит позапрошлый год вот эти вот брала я 60 лет в прошлом году 70 лет в этом году уже заплатила я 80 лет ну так и здесь распасовка большая ну приходится покупать и 800 рублей даже 700 если по курсу нынешнему это как бы не такая большая цена если сравнивать с нашими витаминами и по количеству таблеток так что хватит их надолго срок годности здесь большой вот будем лечиться тоже я еще не открывала так как у меня есть предыдущая упаковка я допиваю на этом у меня все спасибо всем что посмотрел всем пока пока